О своей работе перед губернатором и общественным советом отчиталось региональное министерство спорта. В регионе возведены и строится сегодня целый ряд спортивных объектов, поэтому одна из задач – приобщить и молодежь, и взрослое население к здоровому образу жизни. Пока же, как показывает статистика, больше половины населения области спортом не занимается. Слово Марии Иванченко. В Волгоградской области спорт необходимо сделать массовым. Такова основная мысль доклада, который представил министр Сергей Попков на суд губернатора и членов общественного совета. На сегодняшний день в области необходимо увеличивать количество спортивных учреждений, в том числе стадионов, где могли бы заниматься не только подростки, но и взрослое население. Вовлечение людей в массовый спорт позволит существенно улучшить и показать ли здоровье жителей в целом. Около 59% обучающихся имеет нарушение здоровья. Свыше 40% допризывной молодежи не соответствует требованиям в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. Большинство жителей Волгоградской области не вовлечены в систематические занятия физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 80% граждан, в том числе дети, подростки и молодежь, не занимаются физкультурой и спортом. Строительство спортивных залов, проведение разного рода соревнований, возведение бассейнов и введение плавания как основного предмета в школах. Именно такие задачи Сергей Баженов поставил, заслушав отчет министра спорта вместе с представителями общественного совета. Наш регион всегда славился своими спортсменами и традиции эти необходимо поддерживать, подчеркнул глава региона. Наша волгоградская земля славится своими спортсменами. У нас сегодня доля в бюджете на спорт 1,23%. Для того, чтобы наша команда «Ротер» играла в высшие лиги, нам необходимо обеспечить возможность мальчишек тренироваться. Чтобы, дай бог, чемпионат мира по футболу, достаточно серьезная школа уже работала. Тут поручения и главы муниципальных образований подтянуться. Как пояснили в Министерстве спорта, над ключевыми направлениями уже сейчас идет огромная работа. В частности, в нынешнем году будет закончено возведение стадиона в Алексеевском районе, а также спортивного комплекса с бассейном Вафролова. Такие форматы, естественно, очень полезны, потому что на таких совещаниях высказываются мнения нескольких людей, причем профессионалов. То есть, скажем так, не какие-то чиновники сидят, придумали, надо сделать так. А то есть сидят люди, профессионалы, которые знают ситуацию. Кстати, губернатор особо подчеркнул, что к возведению в спортивных объектах необходимо привлекать опытных архитекторов, которые учитывали бы современные особенности при строительстве. Это предложение поддержали и члены общественного совета. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».